В Самарском зоопарке около 30 видов черепах. Среди них есть морские и сухопутные. Представлены и такие виды, которые могут захлопнуть свой панцирь и спрятаться внутри. Например, звездчатая черепаха. Это название она получила из-за желтого рисунка в форме звезды. Одна такая звездочка имеет от пяти до восьми лучей. Если этой черепахе грозит опасность, то панцирь закрывается, а лапа и голова остаются внутри. На такое способны не все виды черепах. Это уникальные животные. Среди позвоночных животных – это единственное животное, которое носит на себе панцирь. Но это не дополнительно какой-то орган, а это их костный скелет, который срастается между собой. То есть те же самые ребра, отростки позвоночника, которые есть у нас, у людей и других позвоночных животных. И происходит срастание. И сверху покрыта роговевшая кожа. То есть вот в принципе в этом их уникальность. А еще уникальность черепах в том, что они обитают на Земле более 200 миллионов лет. Средняя продолжительность жизни этого присмыкающегося зависит от вида. Среднеазиатские и красноухие черепахи живут примерно 30-40 лет. А вот голопогосские рекордсмены живут до 170. Узнать точный возраст черепах Самарского зоопарка трудно. Многие животные попали сюда из частных коллекций. Зато можно сказать, кто дольше всех живет в зоопарке. Красноногая черепаха по имени Уголек здесь уже 18 лет. На тарелке жиры, белки и углеводы. Все это нужно для сбалансированного питания. И для того, чтобы черепаха-уголек смог сам выбрать, что он хочет съесть. Черепахи в дикой природе едят все. Растительную и животную пищу. Сухопутные едят в основном фрукты, цветы и листья. А некоторые еще и насекомых с улитками. Морские виды питаются рыбой. Съесть свою добычу они могут только в воде. Для того, чтобы проглотить кусок, морским черепахам нужен поток, с которым пища попадет в желудок. Если кусок оказался слишком большим, животное помогает себе лапами. Водные черепахи более агрессивные, приспособлены так, чтобы защищать себя. В воде, наверное, у них больше врагов, которые желают полакомиться черепахой. Узнать больше о черепахах и их питании можно на открытых кормлениях в Самарском зоопарке дважды в неделю. По понедельникам и пятницам. Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События.